Всем здравствуйте! Я обещала сделать эфир. Сегодня это эфир просьба. Это не сбор средств. Я не прошу у вас денег и так далее. Я чуть дальше расскажу, в чем дело. Я очень прошу вас, вот эту запись, сделать репост или спросить своих знакомых. Как, возможно, для вот этого малыша, старичка, найдется, про него я сейчас подробно расскажу, найдется хозяин. Он потеряшка. Давайте начнем сначала. В 2012 году я еще была заводчиком. Я уже много лет не занимаюсь разведением, но у меня были щенки. В 2012 году у меня было два щенка, Наоми и Нема, братик и сестренка. Наоми живет в соседнем доме у моей подруги, у нее все хорошо. А Нема хозяева не появлялись. 22 ноября была найдена собака. Она бегала под монорельсом в Дмитровский район Москвы, Фанвизинская, 18. Добрые люди его подобрали, потому что был мороз, ему было холодно. Он был в плохом состоянии, у него были отросшие когти, он весь был в колтунах. И, значит, в чем вся суть? Скорее всего, хозяева не справлялись с уходом, и, возможно, с ними что-то случилось. Я очень надеюсь, что его не бросили, потому что в мою картину мира это не укладывается. Что животное прожило с тобой 11 лет. Иди сюда, Нема. Да, молодец. Что животное с тобой, он контактный, он не убегает, он себя ведет очень хорошо. И, ну, как можно бросить собаку, да? Для меня это непонятно. И вот они не выходили на связь, хозяева. У меня их контактов, естественно, не осталось. А сейчас, после того, как я его забрала, спасибо большое, кстати, Снижане и Ирине, что они позаботились о малыше, пока вот он был у них. По клейму они вышли на меня, но контактов владельцев у меня нет. И я, когда его забрала, у него были в плохом состоянии зубы. Это мягко сказано, он очень плохо кушал. Плюс у него есть лишний вес. Иди сюда, малыш. Да, да, молодец. Плюс у него есть лишний вес. Я его повела на обследование. Мы сделали УЗИ всех внутренних органов. Все это время были посты о том, что найден малыш, да, и что ищем хозяев. Но за месяц никто так и не объявился. Поэтому, извините, я вчера не стала пост публиковать, потому что у меня были яркие эмоции. Будь здоров. Вот. У меня были яркие эмоции. Я не очень люблю плакать на камеру и жалобить людей. Вот. Я очень хочу, чтобы у малыша все сложилось хорошо. И кто-то взял его в семью. Ну, я честно вам скажу, это будет чистая благотворительность для человека. Потому что его содержание будет стоить денег. Я его полностью обследовала. И по результатам обследования у него проблемы с сердцем. У него проблемы с почками. В данный момент острые вот эти все моменты мы снимаем капельницами и уколами. Он себя чувствует уже намного лучше. Еще у него есть проблемы с суставом. Это вторая-третья степень люксации пателлы. Видимо, он прыгает постоянно на кровати из кровати, чего я ему не позволяю сейчас делать. И, видимо, поэтому... Как это сказать? Да-да-да. Вот сегодня он играть начал. И, видимо, поэтому он сустав этот выбил. И обратно уже эта коленка не вправляется. Это только операция. А в его возрасте с его сердцем операция нежелательна. Ну, иди забирай. Иди забирай. Давай. Вот. Значит, что я по нему сказать? По поведению он не проблемный. Он набалованный. Значит, его нужно будет кормить специальным кормом. И ничего лишнего ему давать нельзя. Потому что могут усугубиться проблемы со здоровьем. Корм его стоит не дешево. Для некоторых людей это дорогой корм. Вот то, что я ему взяла. То, что я ему взяла. Он стоит 3 с чем-то тысячи. Плюс ему на постоянной основе нужно давать препараты. Это битмидин пожизненно. И нефротитокс. Либо другой поддерживающий почки препарат. Ну, и периодически мониторит здоровье. Ну, я его привела в порядок. У него в целом, у этого друга все хорошо. Вот. Сейчас, да. Он пройдет лечение. И единственное, о чем я вас прошу, это помогите найти ему семью. Себе я его оставить не могу. Почему? Потому что у мальчишки, ну, с сердцем проблемы. Ему нежелательно. У меня очень много животных. Я просто не потяну. Ему нужно намного больше внимания. Тем более, что на старости лет. А у меня две собаки такого же возраста. 10-11 лет. Кокосик и Вива. Они, конечно же, не в таком плохом состоянии. У них все замечательно. Потому что мы каждый год проходим, значит, обследование. Все делаем. А вот у малыша проблемы. Вот. Поэтому я очень прошу вас, сделайте репост. Если у вас будут вопросы по мальчику, ему подойдет женщина старше 50 лет. Может быть, у кого-то мама хочет собаку. Но единственное, что с ним надо гулять два раза в день. Он, не скажу, что злостный террорист по туалету. Я, конечно, страхую его памперсом. Дэм, иди сюда. Иди. Я, конечно, страхую его памперсом. Иди ко мне сюда. Да. А какой? Он думает, что я мячиком укину. Оказывается, ты любишь играть. А мы не знали. У него рот болел. Он не мог играть. Он не мог есть. А сейчас он начал, благодаря тому, что мы начали лечение, он начал и кушать. И, я не знаю, там остались твои вкусняшки? Давай посмотрим. Вот. Он начал и кушать, и играть. То есть собака хорошо себя чувствует. В целом, если... Ну, это пять лет, наверное, примерно так. У каждой собаки свой срок. Некоторые рано уходят, некоторые позже. Он, видимо, должен был попасть ко мне как в промежуточный пункт, чтобы обрести наконец-то свою семью. Может быть, его хозяева умерли. Поэтому я не буду никого осуждать, что собака доведена до такого состояния. И поэтому вас тоже попрошу не злословить. Ну, я понимаю, есть возмущение. Когда вы посмотрите мою страницу, вы увидите, что у моей... Ну, что, в каком состоянии он был изначально. И первая естественная реакция у людей – это злоба, да. То есть как можно вообще с животом так обращаться. Но, возможно, его хозяева очень сильно болели. Возможно, ну, может быть, они даже умерли. Я не знаю. Мы не можем этого знать. Поэтому лучше не говорить ничего плохого, а просто просите по знакомым. Сделайте репосты на своей стене. Перешлите своим друзьям. Да, может быть, кто-то согласится взять малыша. Но не может быть такого, что он никому не нужен. Да, то есть так не бывает. Должен найтись человек, который его пожалеет. И он станет его компаньоном. И он о нем позаботится. Не прыгай, пожалуйста, на кровать. Да. Вот. А так он добрый малыш, хороший. И с ним у меня вообще, ну, по поведению никаких проблем нет. Он любит очень и на ручках посидеть. Типа, ну, по поводу еды, да, там, все эти подробности. Я уже владельцам буду присылать, кто будет, кто согласится взять малыша. Я все, все подробности, все обследования, анализы, я все это дам. Вот. Я надеюсь, что он тронул ваши сердца, и вы мне поможете хотя бы репостом, хотя бы комментарием, чтобы это видео набрало больше просмотров. Вот. Да, Немушка? Ты молодец? Я тебя люблю. Да. Ты молодец. Все. Всем спасибо. И, да, сейчас немножечко разберемся с его здоровьем и сделаем наш привычный уже формат видео и занятий. Все. Всем пока. Спасибо.